Электроискровая эрозия Электроискровая эрозия Электроискровая эрозия Электрическая цепь прерывается при помощи реле-генератора Если цепь замкнута, то между обрабатываемым изделием и электродом возникают короткие импульсы, пробивающие слой диэлектрика в направлении от электрода к обрабатываемому изделию Они и обуславливают поверхностное выгорание металла на обрабатываемой поверхности, а именно в участке первичного касания искры Процесс продолжается до момента, когда все участки обрабатываемого изделия имеют полный взаимный контакт с поверхностью положительного электрода В результате электроискровой эрозии возникает абсолютное соответствие поверхности обрабатываемого изделия формообразующему электроду Технология электроискровой эрозии необходима в промышленности для выполнения очень точно соответствующих друг другу изделий В зуботехническом производстве она применяется для выполнения фрикционных штифтов, либо высокоточных ригельных замковых креплений, а также для пассивирования зубопротезных конструкций, фиксирующихся на имплантаты В течение последнего десятилетия пассивирование супроконструкций для фиксации на имплантатах является важной областью применения электроискровой эрозии При этом возможные зуботехнические недочеты, возникающие при обычном изготовлении конструкции, которые зачастую и подвергают опасности успешный результат всей выполняемой в полости рта пациента работы При помощи корректировки каркаса электроискровой эрозии устраняются, то есть конструкция пассивируется Технологический процесс представляет интеллигентную возможность уже после выполнения начальной модели перепроверить, правильно ли передает предоставление Поставленный врачом начальный слепок, состояние в полости рта пациента Сначала определяются окклюзионные взаимоотношения и подготавливается индивидуальная ложка Затем выполняется собственно рабочий слепок Для перенесения информации о положении имплантатов из полости рта на модель, к ним прикручиваются слепочные переходники Для каждого диаметра имплантатов имеются соответствующие переходники Так как при изготовлении модели планируется выполнение эластичной съемной десневой маски Слепок покрывается изолирующим слоем На слепочные переходники устанавливаются и прикручиваются лабораторные аналоги имплантатов Десневая маска выполняется из К-силикона И поэтому химически не соединяется с материалом слепка Она может быть в любой момент снята с гипсовой модели Впрочем, десневая маска надежно удерживается в правильном положении лабораторными аналогами имплантатов Эта начальная модель является основой для всех последующих этапов работы Зубы фиксируются на восковом базисе для проверки их формы и правильности постановки В качестве окончательного зубопротезного изделия Планируется облицованная керамикой несъемная мастовидная конструкция При помощи этих так называемых головок имплантатов Мастовидная конструкция позже будет объединена с имплантатами Для контроля восковой постановки в артикуляторе Она, как правило, удерживается на модели двумя анкерными элементами Точность рабочей модели в конечном счете Зависит от правильности выполнения слепка И полноценности передачи им состояния в полость рта Это можно еще раз перепроверить Для этой цели на лабораторной аналоге имплантатов Вновь устанавливаются и прочно прикручиваются слепочные переходники Затем слепочные переходники объединяются между собой При помощи моделировочной пластмассы Пэттерн-ресин Простая стяжка из крученной нити Между слепочными переходниками Ускоряет выполнение объединяющих их пластмассовой конструкции Причем при этом предотвращается и паковка пэттерн-ресин В непосредственной близости от Дисны Это является важным для методически точного выполнения данной проверки Когда пластмасса застынет, винты, крепящие слепочные переходники На лабораторных аналогах имплантатов Откручиваются и вся конструкция снимается с модели Пластмассовый каркас обрабатывается Но это требуется только для того, чтобы конструкция достойно выглядела И не была шероховатой в местах ее контакта со слизистыми и с языком После поверхностной полировки пластмассовой конструкции Она распиливается тонким алмазным диском на отдельные сегменты Такое разделение конструкции на отдельные части необходимо Так как сегменты будут укрепляться на имплантаты в полости рта И при этом в конструкции не должно возникать никаких внутренних напряжений Затем отдельные элементы вновь прикручиваются на лабораторные аналоги имплантатов В завершение конструкция разделяется на отдельные для каждого имплантата сегменты Отдельные части нумеруются Совместно с индивидуальной ложкой, имеющей отверстие для крепящих слепочные переходники винтов Это остроумное и в то же время просто выполняемое контрольное приспособление Предоставляется врачу-стоматологу Врач на приеме перекручивает на каждый имплантат в полости рта Соответствующий сегмент контрольного шаблона В том случае, если они сидят безукоризненно, что в свою очередь можно проверить по местам распила шаблона Они вновь объединяются при помощи паттерн-ресин Со всей этой конструкции в полости рта вновь снимается слепок Таким образом, вероятность репродукции ошибки, возникшей при первичном снятии слепка, сводится к минимуму Поверхность нового слепка тоже покрывается изолирующим слоем Устанавливаются новые лабораторные аналоги имплантатов К лабораторным аналогам имплантатов при помощи лазерной пайки Припаиваются отрезки титановой контактной проволоки В результате того, что позже они будут объединены и подключены к аппарату электроискровой эрозии Лабораторные аналоги имплантатов сами станут исполнять роль эрозионных электродов Далее титановая проволока будет совсем по-другому изогнута И все отрезки проволоки будут объединены между собой Но на этом этапе они меньше мешают, например, для выполнения десневой маски Если будут просто прямо направлены вверх Из силикона выполняется эластичная десневая маска Слепок разделяется на отдельные сегменты Применяемые при этом тонкие металлические пластинки можно заказать на фирме САЭ По частям слепок отливается эпоксидной смолой Так как даже самый лучший суперпрочный гипс дает при застывании расширение Чтобы не допустить этого пространственного изменения Участки слепка, где находятся имплантаты, отливаются отдельной эпоксидной смолой Она даже более прочная, чем супергипс И кроме того, при застывании не имеет ни расширения, ни усадки Таким образом, эпоксидная смола прекрасно подходит для выполнения модели И служит естественным дополнением для применяемых в лаборатории Полимерно-модифицированных естественных гипсов Мелкие щели по краям заливаются воском А небный свод увеличивается путем наложения пластилина При этом пластилин должен быть очень хорошо припасован Чтобы эпоксидная смола не смогла бы под него затечь Пластичная пластмасса из разогревающего ее пистолета Применяется для удлинения краев слепочной ложки Серебряная пудра служит для изолирования поверхности слепка от эпоксидной смолы Избытки пудры сдуваются Оба компонента эпоксидной смолы смешиваются друг с другом Образовавшаяся масса легко затекает в слепок Если в наличии имеется приспособленная для этого центрифуга То для предотвращения возникновения в модели воздушных пор Слепок с залитой в него эпоксидной смолой центрифугируется Слепок по отдельным частям заполняется эпоксидной смолой Изогнутые штифты Dowell Pins обеспечивают достаточную ретенцию к гипсу Который далее будет использован для выполнения модели После окончательного застывания эпоксидной смолы Которая длится минимум 6 часов при комнатной температуре в 20 градусов Вспомогательные элементы удаляются Все отрезки титановой проволоки изгибаются И скручиваются вместе за пределами слепочной ложки После этого все не отлитые ранее эпоксидной смолой участки слепка Отливаются при помощи полимерно-модифицированного Естественного гипса 4 класса фирмы САЭ Вернемся к протезированию верхней челюсти Выполняемая в качестве пробной работы Восковая постановка уже готова По ней изготавливается силиконовый ключ Для того, чтобы позже на всех этапах моделировки и выполнения Как металлического каркаса, так и керамической облицовки Иметь ориентир правильного взаиморасположения зубов Силиконовый ключ должен быть несколько подрезан Чтобы не препятствовать полноценному обзору Подходящие головки имплантатов из Кэмлок Систем Подбираются в соответствии с толщиной десны И углом наклона установленного имплантата С применением параллелометра Определяется оптимальный для всех головок имплантатов Общий путь введения зубопротезной конструкции Перед фрезерованием на поверхность наносится Немного фрезеровочного масла Обработка поверхности головки имплантата Производится с минимальным надавливанием И скоростью вращения фрезы 10 тысяч оборотов в минуту Затем поверхность головок имплантатов Обрабатывается фрезой С наклоном режущей плоскости 2 градуса Что необходимо для придания ей равномерной конусности Это производится для компенсирования дивергенции и конвергенции При последующей установке конструкции на имплантаты Некоторые головки имплантатов слишком длинные Что также определяется при помощи силиконового ключа Поэтому на этих головках отмечается их оптимальная длина Перед укорачиванием Головки имплантатов устанавливаются На лабораторные аналоги имплантатов Тогда их проще удерживать И кроме того Разогревание изделия Возникающее в результате трения При отпиливании излишка диском Становится практически несущественным Острая грань скругляется И заглаживается Твердый силиконовый диск Подходит для этой цели лучше Чем шлифовальный камень Так как после его применения Остается меньше следов На обрабатываемой поверхности В завершение контролируется Полностью ли достигнута Требуемая взаимная параллельность Головок имплантатов Итак, силиконовый ключ подтверждает Что длина и положение Головок имплантатов Соответствует требованиям Планируемой реставрации Для правильной фиксации Головок имплантатов В полости рта Необходимо выполнение Металлического направляющего ключа Перед изготовлением колпачков Из пэттерн-ресин На модель наносят немного пластилина Чтобы пластмасса Не повредила поверхность модели И не затекла в поднутрение Таким образом Производится подготовка К дублированию И выполнению Жаростойкой модели для литья Технологические отверстия И отверстия для крепящих Титановых винтов Заливаются воском Избытки воска Удаляются Чтобы при последующем Выполнении На головках имплантатов Пластмассовых колпачков Не возникало поднутрений Итак, теперь Из пэттерн-ресин Моделируются колпачки Причем при этом Надо обратить внимание на то Чтобы их толщина Не была слишком большой Так как они служат Только для создания Свободного пространства При дублировании И выполнении Жаростойкой модели Пэттерн-ресин Не должен перекрывать Доступ к крепящим Головке имплантатов Винтам После завершения Подготовки модели К дублированию Вокруг нее Из гибкого Гофрированного пластика Выполняется Требующегося размера Наружная манжета Компоненты А и Б Дублирующего силикона Смешиваются между собой В соотношении Один к одному И заливаются В полученную форму Время застывания Составляет 30 минут После застывания Силиконовой формы Она используется Для отливки Жаростойкой модели Из высокоточной Паковочной массы Инвест М2 Производимой Фирмой САЭ Эта паковочная масса Несмотря на то Что она густая И не очень текучая Хорошо исполняет Все мельчайшие детали Дублирующей формы Ее густая консистенция Не уменьшает Точности получаемой модели Через час Через час После окончательного Застывания Паковочной массы Жаростойкая модель Готова Теперь можно Приступать К моделированию Направляющего Для установки Головок имплантатов Ключа Под его контролем Как это уже было Сказано ранее Имплантаты Будут зафиксированы В правильном положении В полости рта Это вспомогательное Приспособление Просто в выполнении Но в последующем Оно сыграет Очень большую роль В обеспечении Надежности Выполнения Всей конструкции В целом Каркас Отливается Из несодержащего Никель Сплава Для выполнения Бюгельных протезов После посадки Готового Направляющего Ключа На модель Он объединяется С колпачками Доступ К крепящим винтам Должен оставаться Свободным Так как В последующем Головки имплантатов Будут откручены От лабораторных Аналогов И вместе С выполненным Направляющим Ключом Предоставлены Врачу Стоматологу Этот металлический Каркас Может кроме того Служить И для армирования Хрупкой Восковой постановки Искусственных зубов Таким образом Пациент Может еще До выполнения Окончательной работы Судить О ее внешнем виде Могут быть проверены И улучшены Фонетические И окклюзионные Характеристики Запланированной Реставрации Металлический Каркас Мостовидной Конструкции Моделируется В соответствии С рекомендациями Для работы С хром-кобальт-молибденовыми Сплавами Силиконовый Ключ Выполненный После проверки Восковой постановки Зубов Служит Весьма Рациональной Задаче И вносит Свой вклад В создание Необходимой Формы И положение Зубов Он снова и снова Надевается На модель Для проверки Правильности Восковой Моделировки Каркаса Силиконовый Силиконовый Ключ будет Необходим И при нанесении Керамической Массы Для облицовки Металлического Каркаса Ведь пациент Должен получить Окончательную Мостовидную Конструкцию Которая По возможности Полностью Соответствует Ранее Выполненной И проверенной Восковой Постановке Искусственных Зубов Восковая Моделировка Металлического Каркаса Аккуратно Разделяется На части Переносится И тщательно Адаптируется Тем временем На выполненную Из паковочной Массы Жаростойкую Модель На ней Отдельные Сегменты Вновь Склеиваются Друг с другом Моделировочным Воском В целом Очень рациональная Методика Методика При моделировке Литиевых Каналов Необходимо Соблюдать Обычные Требования Должно Быть Создано Достаточно Места Для резерва Расплавленного Металла Кроме Того Обязательно Отмоделировать Воздухоотводящие Каналы Которые Также Когда они Объединены Вместе Служат Для равномерности И полноценности Отливки Каркаса И застывания Жидкого Металла В направлении Снаружи К центру Изделия Для того Чтобы соответствовать Всем требованиям Паковка Производится В муфель Октагон Специально Предназначенный Каркас Для паковочной Массы При проведении Наиболее Температурно Благоприятного Литья Плоскостных И уравновешенных Изделий Для нейтрализации Температурного Расширения Паковочной Массы При ее Застывании Пластины Из которых Состоит Муфель Каждый Раз Перед Применением По-новому Составляются И склеиваются Друг с Другом Липким Воском Паковочная Масса При застывании Разогревается До температуры 80 градусов Цельсия Одновременно Происходит Ее химически Обусловленное Расширение Соединение Где Муфельная Кювета Была склеена Воском И расходится Предоставляя Материалу Возможность Расширяться Итак Приступаем К литью Тигель Для расплавления Металла И литьевой Муфель Совместно Разогреваются В соответствии С рекомендуемой Технологической Таблицей И затем Устанавливаются В литейный Аппарат Такие данные Предварительного Разогрева Как температура Скорость Разогрева Время Нахождения В муфельной Печи И прочее Соответствуют Рекомендациям Производителя Паковочной Массы Инвест М2 А также Инструкции По применению Применяемого Металлического Сплава Расплавление Металла Происходит Под воздействием Токов Высокой Частоты Как расплавление Так и отливка Проходят При вакууме Отлитый Каркас Мостовидного Протеза Извлекают Из паковочной Массы И пескоструют Сначала Применяется Оксид Алюминия С величиной Зерна 250 мю Для пескоструйной Обработки Внутренней Поверхности Коронок Применяется Песок С меньшей Величиной Зерна От 50 До 90 мю Для этого Используется Отдельный Пескоструйный Аппарат В завершении Проводится Окончательная При помощи Секлянных Шариков Размером От 100 До 200 мю После Отсечения Литивых Каналов Проводится Обработка Литья Обычным Способом Конечно же Каждый Зубной Техник Знает Последовательность Этапов Этой Обработки Наконец Мостовидная Конструкция Обработана И Производится Проверка Ее Посадки На Рабочую Модель Конечно При цементировке Эта возникшая Щель Наверняка Закроется Но Мостовидная Конструкция При этом Все равно Будет иметь Внутренние Напряжения И так Конструкция Все изделия Все изделия В единую Электрическую Цепь К ним Также Присоединяются Клеммы От аппарата Так Так как Чрезмерное Обгорание Электродов Если они Не будут Постоянно Омываться Жидкостью Может вызвать Нежелательные Последствия Аппарат Во время Эрозивного Процесса Автоматически Проводит Возвратно Поступательные Движения Это Обеспечивает Достаточный Приток Жидкости К эродирующим Поверхностям При начале Технологического Процесса Кювета Автоматически Наполняется Жидким Диэлектриком Патрубки Устанавливаются Вручную Кроме прочего Диэлектрик Выполняет Задачу Охлаждать Эродирующие Объекты Так как При прохождении Искры Возникает Температура Около 10400 Градусов По Цельсию Кроме того Он смывает Обгоревшие Частицы Металла При применении Можно без особых проблем Проводить Электроискровую Эрозию Даже вблизи Таких чувствительных К повышенной Температуре Материалов Как применяемые Для облицовки Пластмасса И керамика Когда Припасование Внутренней поверхности Мостовидного процесса Головкам Имплантатов Успешно Завершено Проведение Электроискровой Эрозии Автоматически Завершается И контактный Захват Поднимает Каркас Обгорание Поверхности Головок Имплантатов Было запланировано Этот угар И компенсирует Бывшие В начале Неточности В конгруентности Поверхностей Поверхности То же самое Относится и к угару металла На внутренней поверхности Коронок Проверка посадки Конструкции На модель Как и ожидалось Коронки Мостовидной конструкции Выглядят Как будто бы Чуть широкими Это является Следствием Угара Металлических Поверхностей И устранится При дальнейшей Обработке То же самое Касается И высоты Прикуса Поэтому Высота Прикуса Должна быть В артикуляторе Заранее Отмоделирована Примерно На миллиметр Выше необходимой Окончательная Обработка В любом случае Будет проведена Уже после Нанесения Керамической Облицовки После проведения В печи Для обжига Керамики Оксидационного Обжига Металлический Каркас Проверяется На однородность Поверхности В случае Применения Хром-кобальтового Сплава После Оксидационного Обжига На поверхность Наносится Бондинг И проводится Дополнительный Обжиг После Бондинга Наносится Апакер И каркас Обжигается Вновь Затем Обычным Образом Производится Послойное Нанесение ИПС Керамики Производство Фирмы Иваклар При желании По завершении Моделировки На поверхности Реставрации Могут быть нанесены Индивидуализирующие Красители После Отсечения Ранее припаянного Поперечного Стабилизатора Мостовидный Протез Должен быть Еще раз Подвергнут Электроискровой Эрозии Это необходимо Так как При температуре Керамических Обжигов В металлическом Каркасе Могут возникать Внутренние Напряжения И деформации Кроме того Сама керамика Как облицовочный Материал Вызывает Сжатие Металлического Каркаса В связи С очень малой Мощностью Электроискровой Эрозии Возникающие На этом этапе Искры Практически Незаметны Готовая работа Является Убедительным Доказательством Возможностей И успехов Применения Новых технологий Среди которых При решении Вопроса Пассивирования Поверхности Конструкций Фиксирующихся На имплантатах Электроискровая Эрозия Занимает Ключевое положение Эта Столь естественно Выглядящая Реставрация Является Результатом Успешной Совместной Работы Врача-стоматолога И Зуботехнической Лаборатории Необходимым Условием Выполнения Качественной Работы Является Подготовка И снятие Слепка Полностью Передающего Состояние В полость Рта Пациента И выполнение Стабильной Рабочей Модели Как было Показано Электроискровая Эрозия Применяется В том Случае Если Головки Имплантатов Абатменты Лабораторно Подготавливаются Перед их Фиксации В имплантаты Пассивирование Посредством Электроискровой Эрозии Может быть Проведено Также и После Нанесения Керамической Или Пластмассовой Облицовки Индивидуализированные Головки Имплантатов Выполняют При этом Роль Электродов При другом Варианте Технологического Процесса Который Тоже Применяется Уже Практически 10 лет Наоборот Медные Электроды Аналогов Головок Имплантатов При этом Втором Варианте Поверхность Самих Головок Не изменяется И внутренняя Поверхность Реставрации Выполняется Так Чтобы Полностью Соответствовать Оригинальному Дизайну Абатментов Этот Вариант Процесса С использованием Системы Секотек Будет Описан В дальнейшем